Реализация намеченного в 2022 году плана мероприятий способствовала обеспечению стабильной работы отдела по развитию и расследованию преступлений. По итогам года общая раскрываемость составила 70,3%, в 2021 году 66,5%, средний краевой показатель составляет 57%. По тяжким преступлениям раскрываемость составила 61%, средний краевой 48%. Раскрываемость таких видов, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда, изнасилование, разбойное нападение, угоны автотранспортных средств, хулиганство, ДТП со смертельным исходом составила 100%. Увеличена раскрываемость краж с 57% до 62%. По итогам года не удалось стабилизировать ситуацию на автодорогах города. Зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали люди. В 2021 году было 12, в результате которых один человек погиб, к большому сожалению. В 2021 году погибших не было. И 19 травмированы. В 2021 году всего 13. При этом увеличены показатели работы ДПС по выявлению аварийно-опасных нарушений права дорожного движения на 33%. Всего аварийно-опасных выявлено более 5,5 тысяч правонарушений. При этом больше выявлено лиц, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения на 23%. Выявлено 54 преступления, предусмотренных статьей 264-й прим. 1. Это управление повторным в нетрезвом состоянии. Расследовано 53 преступления. Осуждено 35 лиц, в том числе 5, к реальному лишению свободы. В 2022 году сотрудниками отдела выявлено более 13 тысяч административных правонарушений. Наложено штрафов за административные правонарушения без учета ГИБДД 152 тысячи рублей. Процент взыскания состоял 70%. И по линии безопасности дорожного движения наложено штрафов более 15 миллионов. Процент взыскания состоял более 70%. Согласно оценке деятельности отдела за 12 месяцев, утвержденной приказом 10-40, наш отдел занимает по итогам 2022 года второе место. В 2021 году мы занимали третье место. Нас в городе, наши назаровцы, проявляют такую общественную активность, сообщают, как сейчас, о закладках, о каком-то семейном насилии. Вот, активно или нет назаровцев? Вообще, вот, звонков в день ориентировочно, да, вот, среднее количество это 50-60. Звонков по различным, можно ли, сообщениях о правонарушениях. Конечно, есть и звонки, которые, ну, скажем так, в компетенцию полиции не входят. Ну, тем не менее, приходится проверять, собирать материал, давать этому человеку. А так, вообще, я вам скажу, если взять активность населения, ну, до 2010 года, да, или сейчас, более активность населения. Активно звонят, простите меня по поводу и без повода в полицию. Даже бывают звонки в пьяном виде, довезите меня, вот не могу идти. Александр Владимирович, в связи с этим вопрос, вы трезвители раньше были, сейчас не планируете, а впервые? Ну, вот, давайте так, на территории Касмьянского края есть два пилотных проекта. Один будет в соседнем у нас городе, в городе Альчинске. И вот, наверное, как себя опробируют эти пилотные проекты, так тогда будет ставиться вопрос, в общем-то, внедрять эти проекты, внедрять ли вот этот вопрос поднимать на других муниципальных образованиях. Мы давно об этом говорим, давно, и мы, как сотрудники полиции, государственная власть, мы готовы работать с вытрезвителями, но давным-давно поставили определенные условия и критерии. Это все-таки медицинские учреждения. Это должно быть под эгидой медицины. Нам сегодня, безусловно, сложнее без вытрезвителя работать, поскольку народ злоупотреблять не перестал определенной категории. Но куда нам сегодня, гражданин, кроме как довезти домой, а потом участковый, если он действительно в ненадлежащем виде находился в общественном месте, участковый идет к нему и в отношении него применяет меры административного характера по антиалкогенному законодательству. Но мы отрываем силы и средства, конечно, но пока его поднимем, пока скорую помощь на место вызовем, поскольку мы не можем пьяного поднимать, пока не осмотрела скорая и не сказала, что он жив-здоров, просто пьяный. Мы не медики, и вот такие критерии не можем оценивать. Были бы мы трезвители, конечно, с ними попроще. Но пока, еще раз говорю, вот посмотрим, наверное, в 23-м году в Ачинске в соседнем городе заработают. Дай бог. То есть у вас, я так понял, что у вас настроение нормальное? Ну, я всегда за. Я всегда за. Ну, современный менталитет нашего народа мы пока не переделали, не перевоспитали, и вряд ли это сделаем. Вряд ли это сделаем. Неспециализированные для такой категории граждан учреждения, на мой взгляд, должны быть. Скажите, пожалуйста.